Алексей Соломин и сегодня гость программы «Особое мнение» Сергей Смирнов, главный редактор Медиазоны. Здравствуйте. Доброе утро. Приветствую. Я напомню, что нас можно смотреть и слушать не только в эфире «Эхо Москвы» и телеканал «РТВА», но и на нашем основном канале «Эхо Москвы». Пишите в чат, присылайте свои вопросы и комментарии. Тоже буду обращать их к Сергею. Одна из самых мощных тем последних недель – это все-таки ситуация с Олегом Сенцовым. И в данном случае уже приезжает уполномоченный по правам человек Украины, но ей до сих пор не дают ни встретиться с Сенцовым, ни даже провести с ним, выйти с ним по видеосвязи, узнать хотя бы в каком он состоянии. Как вы думаете, почему? Почему ей не дают этого сделать? Нет, ну вообще формальные основания есть не давать это сделать, да. И поэтому, я думаю, используют формальные основания, потому что, если ты пускаешь и допускаешь, это, в принципе, такой шаг навстречу, демонстрация добрых намедений, нарушение, в принципе, регламента, так, если разбираться. Потому что гражданин у нас самого государства, в принципе, не может просто взять и пойти к заключенному. Да, это определенное исключение. Поэтому, я думаю, российские власти занимают формальную позицию и показывают, что вот у них такая жесткая позиция по отношению к Сенцову. А если бы Россия признавала Сенцова гражданином, Сенцов уже с точки зрения Москвы российский гражданин, да, я так понимаю, что в этом главная проблема допуска иностранного гражданина к российскому гражданину. А если бы Россия признавала Сенцова иностранным гражданином, то здесь... Было бы гораздо проще, конечно. А существуют ли какие-то, там, с вашей точки зрения, способы обойти это бумажное правило? Ну, я думаю, тут, ну, способы, уверен, существуют, конечно, неформальных способов много, но тут все будет зависеть, я думаю, от определенных договоренностей. То есть, конечно, объяснить всем, что надо допустить украинского бутсмена, что он поговорил, она поговорила с Олегом Сенцовым, я думаю, это нужно приказ из Москвы дать. Просто, естественно, сразу возникают сомнения в том, что Олег Сенцов в том состоянии, который не вызывает, ну, не знаю, не страха, а озабоченности очень серьезной. И, может быть, поэтому не дают уполномоченному его хотя бы увидеть? Ну, честно говоря, не думаю, потому что в любом случае есть адвокат, который может приехать и посмотреть, да. Ну, то есть, как бы, я не думаю, что главная причина должна быть в том, там, как выглядит, да, и как себя чувствует Олег Сенцов. Если бы это был ключевой вопрос и реальные были бы основания думать, что, да, все связано со здоровьем, есть всегда вариант адвоката, да, потому что, ну, адвокат имеет доступ. Олег Сенцов не думает, что тут ключевая проблема. Я боюсь, что тут идет длинная такая, не хочется это назвать игрой, да, когда все-таки речь идет о человеке, который голодает второй месяц, но такой длительный переговорный процесс по поводу дальнейшей судьбы Сенцова. И вот в этом процессе, там, не знаю, в Москве важно показать жесткую линию вот именно сейчас. А почему? А тем более именно сейчас, когда идет чемпионат мира, когда мы все такие добрые. Ну, мы же не очень понимаем, что и каким образом идут переговоры, на какой они стадии, что там именно происходит. Просто у меня нет других разумных объяснений, потому что действительно мало того, Россия уже демонстрировала эту мягкость, потому что Калибру Сенцову там и пускали священника, и пускали оператора, но это вообще редкость. Но тут, я думаю, речь идет о том, что все-таки он именно сейчас, как бы, во-первых, голодает 137, это уже много, а во-вторых, более важно, мне кажется, что это связано с переговорами, именно с переговорами Москвы и Киева, и вот эта жесткая позиция связана с тем, что это один из элементов этого переговорного процесса. Да, вы сделаете нам какие-то там уступки, на что-то пойдете, мы вас пустим. Ну, как-то, мне кажется, так. Я, к сожалению, точно не знаю, в раздругих объяснений нет разумных. Некоторое время назад ходили определенные разговоры, там, по источникам, еще как-то, что действительно переговорный процесс идет. Собственно, мы были свидетелями Порошенко и Путин, разговаривали по телефону за долгое время, и что он касается действительно обмена некоторыми заключенными, с той стороны Вышинским, с этой стороны украинскими гражданами, но вот источники говорили, что Сенцов из этого круга выведен. Вот по вашей информации или по вашим ощущениям, Сенцов сейчас является предметом переговоров? Вообще, мы о переговорах про Сенцов услышим уже 4 года, да, просто тут уже, это же очень большое, тоже довольно важно подчеркнуть, что переговоры не первый раз идут о Сенцове, не первый раз он упоминается в списках на обмен или не в списках на обмен, но именно Сенцов до сих пор сидит, потому что, мне кажется, он самый известный сейчас, да, человек из вот этих всех больших взаимных дел, самый известный публично, который продолжает оставаться в заключении. И меняют именно Сенцова, не меняют именно Сенцова. Я думаю, могут быть какие угодно разговоры, какие угодно источники, можно сколько угодно об этом говорить. Я, кстати говоря, несколько раз слышен, что вот-вот, там, пару лет назад причем, что вот-вот будет достигнут решение окончательное, там, по Сенцову, да, и помню, еще были слухи, когда его повезли ближе к Москве, да, то есть периодически эти слухи возникают, но обмена так и не произошло, поэтому, ну, по моим ощущениям, боюсь, что пока речь не идет об обмене именно Сенцовым. Мне так, по крайней мере, кажется. Я тут исключительно, знаете, такой взгляд со стороны. Можно ли сейчас, это, правда, это, наверное, очень цинично прозвучит, но если абстрагироваться от циничной формулировки, можно ли сейчас Сенцова назвать самой дорогой разменной картой для России? Ну, с точки зрения, ну, в любом случае, ну, как со стороны России, даже трудно сказать, для Украины это будет довольно важным событием, если им, Киеву, удастся. Просто когда-то таким довольно важным событием была Савченко. Правильно, абсолютно верно. Таким действительно событием была, наверное, Савченко, да, и мы видим длинный путь, который прошла сама Савченко, но в любом случае это будет выглядеть как, ну, внешне, как некая победа Киева. Все-таки равнозначных фигур для обмена Сенцова, ну, так, честно и откровенно, все-таки, вероятно, нет. И это будет выглядеть победой Киева. И поэтому, мне кажется, Москва это понимает. Это и является проблемой, возможно, в переговоре. Это является довольно серьезной проблемой, отсутствием равноценных более-менее фигур. Опять же, Савченко хотя бы было, ну, это формально нельзя было объяснить, но можно было объяснить, ну, женщина. Ну, мы тут, да, как бы, там, все понимаем, но все-таки, да, учитываем какие-то моменты. Ну, женщину на двоих обменяли, если мы помним. Правильно, но тем, ну, имеется в виду, если мы говорим о медийности. Да, медийность все-таки там была даже выше, чем у Сенцова, если уж говорить. То есть это больше был жестом таким... По совокупности. Милосердия такого. По совокупности. Милосердие, да, обмен. Милосердие, женщина, да, ну, целый там, целый ряд факторов, которых с Сенцовым, по-моему, пока не очень играют. Тем более не понимаю, почему тот же фактор милосердия не может, нельзя использовать сейчас, когда такое внимание со стороны всего мира к России. Слушайте, это с одной стороны, да, но, опять же, надо вспомнить, в чем обвинялись Сенцова. Да, это вот все-таки там терроризм, и мне кажется, вот это можно было расценить, как некий жест доброй воли, но, вероятно, условия, на которых Москва это готова сделать, там, ну, вот как-то эти условия не соприкасаются. Хочется, наверное, Москве что-то взамен, чтобы это не выглядело как-то, мы под давлением мировой общественности отпускаем террориста. Да, формально, в логике Москвы это выглядит так. Еще один момент, который, мне кажется, тоже может быть проблемой, это то, что за Сенцова заступаются очень многие весьма крупные деятели культуры и искусства, да, на кинотавре, едва ли не каждое выступление было посвящено Олегу Сенцову и Кириллу Серебряникову. Известно же, что Путин не любит принимать решения под давлением, как вы думаете? Конечно, я как раз об этом и говорил, что давление, вот это не факт, что играет в положительную сторону. Скорее может играть в отрицательную, плюс, знаете, ну, опять же, еще раз про Сенцову, один из таких моментов, я думаю, вот эта апелляция к тому, что Сенцов режиссер и то, что он деятель культуры, я подозреваю, что крайне раздражает Москву и тех, кто принимает со стороны Москвы решение, потому что они там мир свой говорят, ну, какой он режиссер, он один фильм какой-то снял. Да, ну, то есть, ну, вот как бы по их логике он просто обычный активист. Это, я все говорю для понимания, в каких условиях, как мне кажется, они сейчас обсуждают решение по Сенцову или не обсуждают, непонятно. То есть вопрос, в принципе, пока без каких-либо перспектив. Вообще мне, судя по тем четырем годам ожидания, да, судя по тому, что все-таки уже сегодня такой 37-й или 38-й день голодовки, очень долго, очень много чемпионат мира, решений до сих пор нет, честно говоря, в таких условиях надеяться на какой-то оптимистический сценарий, тем более, да, ну, какое давление мировое, ну, значительное давление. Пока никакого решения нет, и поэтому как-то не видно пока решений. В связке с этим вопрос более широкий, связанный с вообще урегулированием ситуации на Юго-Востоке. Было несколько событий. Во-первых, Россию официально назвали ответственной стороной за сбитый Боинг по результатам вот следственной группы, которая проводила расследование. Во-вторых, Владислав Сурков, который отвечал за это направление, переназначен помощником президента и, судя по всему, будет то же самое курировать. То есть здесь тоже мы наблюдаем такую типичную, нетипичную, а стабильную абсолютно ситуацию, да? Мне кажется, да. Да, то есть, ну, все ожидаемо, все ожидаемо, конфликт на востоке Украины, кажется, подморожен, но в любой момент может быть, да, вновь, ну, обострен в любой момент буквально, в любую секунду, так или иначе. Те же люди управляют. То есть Москва показывает такую свою консервативную позицию. Вот мы останемся на своих позициях. Кстати говоря, в том числе поэтому, мне кажется, ситуация с Сенцовым отнюдь не внушает оптимизм, да, на разрешение какое-то. Именно потому, что Москва демонстрирует вот именно сейчас определенную жесткость, в том числе потому, что остался Сурков. Сергей Смирнов, главный редактор Медиазоны. Мы сделаем короткий перерыв. Я напомню, что вы слушаете программу «Особое мнение». Меня зовут Алексей Соломин. Никуда не уходите, продолжайте нас смотреть. Мы вернемся вот-вот. Новое громкое дело начинается на нашей, разворачивается на наших глазах, связанное с Кариной Цуркан, которая гражданка Молдавии, но теперь, по некоторым данным, еще и российская гражданка, которой грозит внушительный срок по делу о шпионаже. Она работает в структурах Интер-РАО. Что сейчас можно о ней сказать? Это дело о шпионаже достаточно будет закрытое, но какие-то информации как это есть? Да, но это вообще вечная проблема с любыми делами о шпионаже. Ты ничего толком не узнаешь, потому что все дела закрыты. Это всегда представляет большую сложность, потому что по факту ты, а, можешь верить только, а, официальной информации, б, информации адвоката, который тебе озвучивает и то, он под очень жесткой подпиской о неразглашении, и каждое лишнее слово, да, там, его может быть оценено, там, против него, потому что, да, там, разглашение. Его могут выгнать из коллеги. Ну, кайф, ладно, выгнать, я думаю, скорее уголовное дело завести до разглашения, да, то есть это все чревато очень серьезными последствиями. Поэтому пока у меня главный вопрос к этому делу, я же подробности не очень понятны, да, ну, то есть, понятно, кто-то с кем-то там какую-то информацию отдавал, все прочее. Это же всегда все... Дело о шпионаже в пользу Румынии, насколько... Да, 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 в пользу Румынии. Кстати говоря, так как вчера многие шутили по поводу румынской разведки, все-таки я бы сказал, что не стоит недооценивать вообще серьезно немецкие, немецкие румынские спецслужбы, на самом деле, с таким довольно большим опытом, начиная там даже с 20-30-х годов, они как раз не самая слабая разведка. Так вот. Сами по себе. Сами по себе. То есть, в принципе, шутки по поводу отсутствия в Румынии разведки, это все-таки не совсем так. А что касается самого дела, главный вопрос квалификации пока на данный момент для меня, потому что, если она гражданка России, то это, в принципе, госизмена. Не шпионаж. Не шпионаж. Если она гражданка, там, Молдавии или, там, не знаю кого, да, то есть, судя по всему, то это, вероятно, шпионаж. Вот эта вот история с гражданствами, это, конечно, тоже отдельный любопытный эпизод. Вот Интерфакс сообщает, что в Молдавском посольстве в Москве не получали информации о задержании уроженки Молдавии Карины Цуркан, и что два года назад она отказалась от молдавского гражданства в пользу получения российского. Об этом сообщили Интерфаксу в дипмиссии республики. Вот я об этом и говорю, то есть, вот пока возникает вопрос с квалификацией, с квалификацией, почему такая квалификация, почему так, я, кстати, не исключал бы, что следователь просто пока, тем более мы вроде бы, не знаю, сегодня не смотрел точно, предъявили обвинение или нет, если только пока подозреваемые, они, в принципе, могут предъявить обвинение по другой статье, в конце концов. А такое бывает, что какого-то уже дело стало публичным, когда вы о том стали говорить? Ну, почему бы и нет, потому что официальное обвинение пока не, если официальное обвинение пока не предъявлено, даже если были бы предъявлены, возможность переквалификации есть, да, потому что, ну, если, допустим, новые вскрывшиеся обстоятельства, ну, там, хотя это, конечно, с трудом верится, что они ничего не знали о человеке, которого обвиняют в шпионаже, но, безусловно, это очень громкая история, проблема которой мы не, мы все равно узнаем только из слухов, из источников, не увидим документов, а это всегда большая проблема, когда ты не видишь документов, не понимаешь, о чем идет речь, по крайней мере для нас, это всегда большая сложность таких дел, потому что, ну, это же как с историей со шпионажем и госизменой. Еще не факт, что источник, сообщивший о шпионаже, правильно даже статью назвал, ну, да, вот такая, ну, всегда вот есть определенная сложность в таких делах, когда по источникам, по какой-то информации что-то делается, в закрытом режиме суды, тем более, проходят. И приходится ждать, но громкий скандал, конечно, это, там, не последний человек, да. Я помню прекрасно тоже некоторые дела о шпионаже, которые, там, рассматривались в судах, и, там, чуть ли не ОМОНом перекрывают коридоры, хотя, вроде, какие-то люди не террористы, какие-то обычные совершенно люди. И это же, на самом деле, лишает человека вообще любой надежды на то, что его дело будет рассматриваться хоть сколько-то объективно. Да, конечно, это очень большая проблема в любых делах, связанных с госизменой и шпионажем. И хочу напомнить, да, про эти чудовищные дела, про женщин и переписка СМС. Светлана Давыдова, да? И одна из... Светлана Давыдова, потом было много историй с войной с Грузией связанные, да, что об этих делах постфактум узнаешь, потому что они проходят все, там, в ультразакрытом режиме. И как раз, там, эти решения пересматривались после дела Светланы Давыдова. Конечно. А до этого о них даже никто не знал. Именно, если бы не делал Светлана Давыдова, и... А проблема же такая, что люди даже сообщить никому не могут. К ним приходит адвокат по назначению. Кто это такой по отопионажным делам? Я уверен, что это человек, который очень тесно общается со следствием. И он все дело сопровождает. Ну, или он, или кто-то еще, ну, понятно. То есть реальные возможности даже сообщить о своем деле и придать публичность этому делу, как правило, нет. И следователи обычно это, ну, более-менее оценивали. Нам сегодня Ева Меркачева рассказывала, что в случае с Кариной Суркан, у нее несовершеннолетний сын и неполная семья. Да, и вот действительно такой возникает вопрос, а как поступать с детьми? Вообще, кому они, кто будет за ними ухаживать? Да, кто будет вообще элементарно, кому их передать в данный момент? В детский дом сразу ответить или что? Вот есть какая-то практика, как решаются эти... К сожалению, не могу тут, не буду обманывать, не знаю точно практику, когда неполная семья. Да, и да, вопрос опекунов обычно возникает. Тут, по-моему, сложнее ситуация, насколько я понимаю, все-таки, да, она переехала из Молдавии сюда, и поэтому ситуация сложнее. Родственниками сложнее, да. Да, но обычно все-таки родственники становятся опекунами, если есть такая возможность и опция. Но вообще это отдельная история. Адвокаты будут апеллировать к этому для меры пресечения, но в делах о госизмене, о шпионаже, иной меры пресечения, кроме как СИЗО, ну, я себе с трудом представляю. Тоже тут надо это иметь в виду. То есть домашний арест тут вообще исключен? Ну, как, теоретически, наверное, он может быть, даже подписка не выездит. Но прецедентов нет? Ну, я не знаю о таких прецедентах. Если бы мы о них знали, я думаю, то есть мы бы знали об этих прецедентах. Что-то их пока нет. А почему, кстати, об этом деле сейчас очень много говорят? Речь идет только, ну, потому что другие страны, вот представительства других стран этим занимаются. Потому что мы только что столкнулись с тем, что примеров, когда о делах вообще ничего не известно, очень много. Ну, во-первых, другие страны, во-вторых, все-таки это довольно, ну, крупная фигура. Это не домохозяйка из Сочи, да. Вот есть проблема, с чем часто, на что жаловались там защитники, что, ну, следователи понимают, что перед ними кто? Домохозяйка из Сочи. Что она никому не скажет, никаких заступников нет, никому не расскажет формально. Она там что-то переписывалась про военную технику. Ну, все, мы сделали свою работу, и очень хорошо, и никто не пожалуется никак, ничего нам за это не будет. Тут ситуация иная, тут человек, да, не последний, известный. Его там связывают с еще более известными фамилиями, и поэтому, конечно, внимание будет большим. Внимание будет большим, проблема только, что внимание будет большим, источники нам что-то будут сообщать, причем с разных сторон, да, но по-настоящему мы рискуем о деле вообще не узнать. Есть информация тоже от Евы Меркачева. Сегодня мы узнали, что, возможно, Иван Павлов будет заниматься защитой. Это хорошая новость для коренцерка, если это подтвердится? Ну, это хорошая новость, что будет защищать человек, который знает эти дела. Безусловно, это хорошая новость. Потому что он в этом смысле подкован. Он главный специалист по делам, связанным со шпионажем, и, безусловно, это для него, это он специалист по этим делам и вопросам. Но тут есть не то чтобы проблема, просто, ну, дела уж больно сложные. Уж очень тяжелые дела, которые ты не сможешь публично реально развернуть. Это всегда большая, большая сложность. Хотя, конечно, то, что Павлов, это, ну, хорошо будет для нее. Но доступ адвокат получает полный к материалу. Да, да, да. Он не может еще не... Нет, нет, доступ, конечно, конечно, доступ он получает, но просто он разрушать их вообще совершенно не может. Закрываются, впрочем, не только дела о шпионаже. Вот сейчас должны были опубликовать апелляционную апелляцию, точнее, текст решения суда по апелляции Алексея Улюкаева. Отказались это делать, потому что там содержатся показания Игоря Сечина. А почему так вдруг? У нас Игорь Сечин вроде бы не является человеком, который... Нет, это, во-первых, не исключение. В целом существует такая практика, если что-то идет в закрытом режиме, могут не разглашать. Во-вторых, ну, допрос был закрытый. Допрос был закрытый. Решение апелляционное было в том числе с... включает в себя этот закрытый допрос. Ну, это такая тоже процессуальная история, когда, если суд хочет что-то не публиковать, он может это не публиковать, а тут на это есть весомые аргументы. Ну, конечно же, я думаю, это было сделано, понимая, что сказанные Сечиным закрыты слова, формально опубликованные, вызовут недовольство, как мне кажется, в свое время вызвало недовольство та самая стенограмма, которую зачитали на суде. Которую, напомните, кто ее публиковал? Ее же адвокаты, по-моему, да? Не-не-не, ее просто прочитали на суде, официально материалов дела. А, ее журналисты... Да-да, там просто официально зачитали на суде, мне кажется, просто по некоторому... Точно. И был недоволен представитель как раз... Ну, я думаю, он даже пытался скрыть. Я думаю, общий уровень недовольства был гораздо выше, нежели формальный комментарий, потому что там, конечно... Позиция пробивалась, что это... Что-что-что как-то... Даже слово вылетело из головы, как-то очень наградил Игоря Ивановича комментарием следователя, по-моему, который это зачитал. Ну, то есть там, конечно, было много интересного, там, в том числе, касающиеся... Вещи, касающиеся продажи пакета Роснефти особенно, да, самое содержание беседы, конечно, всем понравились вот эти цитаты, но я думаю, с точки зрения другой информации, там было еще интереснее вот эта вот история с тем, как кому продавать пакет Роснефти, открытое обсуждение, то, что это читают на суде, конечно, должно было вызвать ярость. В Госдуме рассматривался вопрос о приравнивании одного дня в СИЗО к полутора дням в колонии, давнишняя абсолютная история. Как есть вообще основания полагать, что, кажется, оно к завершению идет? Есть не просто основания полагать, что оно идет в завершении, в этом лично я абсолютно уверен, мало того, завтра рассмотрение третьего законопроекта. Это о чем говорит? О том, что формально они бы давно приняли сегодня, если бы не приняли вот это нововведение, что в один день нельзя два чтения. Ну, серьезно. То есть, если бы старая была бы ситуация, они бы сегодня приняли, конечно. Если оно завтра назначено, нет никаких сомнений, что завтра оно пройдет, дальше идет с федерацией, то, что Путина очень быстро подпишут, тоже примерно понятно, так что нет никаких оснований считать, что этот закон не будет введен. Он неоднозначный, он отличается в целом от того, от первого чтения и от тех, по крайней мере, оснований. Ну, начнем с того, что, ну, первое, что бросается в глаза, выведены некоторые статьи, по которым сидит достаточно людей. Это, прежде всего, статья 228. Что это? Это статья про наркотики. Вторая и третья части выведены. Из этого действия. А это значит, что, ну, в России, наверное, каждый третий сидит по наркотическим статьям, в том числе, по этим частям, прежде всего. Так что значительной части это не коснется. Это первый момент. Второй момент. Есть четкое разделение на сроки. Срок колонии-поселения, колонии общего режима. Я бы обратил внимание, что колонии-поселения дают довольно нечасто, если человек находится в СИЗО. Но это не самый частый распространенный вариант, когда дают колонию-поселение все-таки. Так что тут надо относиться, да, потому что колония-поселение самый удобный вариант. Там день за два. День за два? День за два. Ну, то есть, если ты один день отсидел в СИЗО, то это учитывается тебе как два дня в колонии-поселении. А, это же действующая норма. Не-не, не действующая. Вот в этом законопроекте есть, да. То есть, больше всего выиграют те люди прямо сейчас от законопроекта, которые сегодня отсидели в колонии-поселении, которые отсидели в СИЗО, а потом отправлены были в колонии-поселении. Мы сейчас к этому вернемся, чуть объясним вот эти нюансы все. Сейчас делаем короткий перерыв. Я напомню... Я вновь приветствую вас. Меня зовут Алексей Соломин. Сегодня гость программы Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны». И прямо до перерыва мы начали говорить об изменениях в законодательстве, которые позволят людям, дувшим определенное количество в СИЗО, точнее, пребывавшим определенное количество в СИЗО, зачесть это время за полтора... Один за полтора дня или там один за два, в случае в колонии-поселении. Да-да, не так немножко. В общем, история следующая. Если человек сидит в СИЗО до суда, а таких достаточно много в России, он по решению суда отправлен... Ну, либо получает условный срок, лучший вариант для него, да, и какие-то там, не знаю, обязательные работы, что угодно. Довольно редко бывает, что человек по таким статьям сначала делает СИЗО, а потом ничего ему не бывает. Так что чаще всего он уезжает в колонию. В колонии есть нескольких типов. Самые жесткие, там, это колония строгого режима. Она выведена из действия закона. Но гораздо более массовые колонии, общие колонии-поселения, они как раз и есть в этом законе. То есть человек отсидел в СИЗО, ему суд назначает наказание, допустим, общий режим, колонии общего режима, самый общепринятый в России вариант. Так вот, если он сидел в СИЗО до суда, то день СИЗО ему зачитывается за полтора. То есть, допустим, если ты год сидел в СИЗО, считается, что ты уже полтора года отсидел из своего срока. А если во время суда? Вот суд начался в судебном процессе? Человек на судебном процессе всегда сидит в СИЗО. То есть, чем дольше идет судебный процесс, тем больше дней у него, тем меньше дней ему будет потом сидеть в колонии общего режима. Если же это колония-поселение, что тоже вариант для особенно тех, кто первый раз совершил преступление. Это более мягкий вариант, да? Самый мягкий вариант считающийся, да, самый мягкий вариант. Так там, если человек сидел в СИЗО, день за два. То есть, это такой сценарий, когда один день человек сидит в СИЗО, это считается как два дня в колонии-поселении. Выйдет он раньше. Я так понимаю, что в колонии-поселении люди не получают большие сроки. Да, как правило, они не получают большие сроки. И, допустим, он сидит в СИЗО пару месяцев, получает, допустим, полтора года колонии-поселения. Эти пару месяцев в СИЗО, они будут считаться не как два месяца, а как четыре месяца. Это важный момент. Но тут, кстати говоря, возникают вопросы и по самому судебному процессу. Я даже догадываюсь, почему так долго рассматривали законопроекты. Почему? Я попробую сформулировать. Одна из вещей, которая мне сразу бросается в глаза. Мне кажется, тут может речь пойти в дальнейшем о том, что сократится число людей, которые будут идти на особый порядок. Потому что сейчас в России на особый порядок идет две трети тех обвиняемых. Это полное признание вины и это рассмотрение дела в течение одного дня, как правило. Без рассмотрения аргументов. Я признаю вину, все хорошо, суд удаляется на решение. Потому что они боятся больших сроков, которые светят в результате... Они боятся больших сроков. Мало того, есть вторая довольно важная вещь. И долгого судебного разбирательства. И мало того, часто люди хотят уехать побыстрее в колонию, где условия чуть получше. Теперь есть такая опция, если ты сидишь в СИЗО, то будешь в дальнейшем сидеть меньше. Мне кажется, это может теоретически повлиять на снижение судов в особом порядке. Что могло останавливать, кстати говоря. Я пытаюсь понять, почему так долго это принимали. То есть это сопротивляться могло следствие, правильно я понимаю? В том числе, потому что, ну да, потому что... Потому что позиция в СИЗО, вот мы сегодня разговаривали, им-то как раз чем меньше людей... Это понятно. Им-то как раз удобнее, безусловно. Но тут, да, тут есть основания, что сократится процент людей, которые сразу признают вину. Чем больше суд идет, тем быстрее часто я выйду. Ну, один из вариантов. Ну, не факт, что будет так, но тем не менее есть такой момент. Важное очень дополнение в этом законе, что теперь иначе рассматривается домашний арест. А тут мы сталкиваемся не со смягчением, а с ожесточением ситуации. То есть если вы уже дифференцируете, то дифференцируем полностью. Потому что домашний арест более мягкая мера, чем СИЗО. Мало того, действительно, она более мягкая мера, чем СИЗО. И теперь домашний арест рассматривается не как полтора дня. Да, там, допустим, полтора дня под домашним арендом. День СИЗО равно одному дню под домашним арестом. Теперь это 0,75. То есть чем дольше ты сидишь под домашним арестом, тем в итоге может твой срок, вот этот домашний арест учитывается в меньшей степени. И важно, что мы, если говорить о крупных и таких значительных делах, с которыми мы столкнулись, ну, обратно, то есть, ну, не будет уже, да, обратной силы у закона, но вот, например, в громких делах, таких как Улюкаев, в реальности, если бы закон был принят до этого момента, ему именно в колонии надо было сидеть дольше, потому что до суда он был в... под домашним арестом. И это фигурант... Позвольте мне опять быть циником, а разве это не выглядит более справедливым по отношению к тем людям, которые сидели в СИЗО и получили такой же срок, как те люди, которые сидели под домашним арестом? Ну, вообще, те, кто сидел под домашним арестом, говорят, что это мало чем отличается, и это не настолько мягкое мерописечение, как могло, как может показаться, когда человек полностью изолирован, и это, в общем-то, вполне себе заключение, поэтому я тут не думаю... Ну, учитывая, как у нас люди сидят в СИЗО и как жалуются на условия содержания в СИЗО, это гораздо более... Ну, безусловно, кто-то жалуется на содержание в СИЗО, кто-то, кстати говоря, не жалуется на содержание в СИЗО, но просто бывает, там разный тип людей есть, потому что там бывают и вполне себе приличные в СИЗО, но серьезно, и где нет особых жалоб на условия содержания, мало того, ситуация в СИЗО все-таки, как бы там ни было, до последних 20 лет, если я скажу, все-таки улучшаясь, тоже надо говорить откровенно. Так вот, ну, поэтому многие говорят, что по домашним арестам тоже отнюдь не идеально сидеть, потому что ты... А ты что, ты лишаешься работы, у тебя нет средств коммуникации. Это да. У тебя нет средств коммуникации. Ну, то есть, как бы, это выглядит как твоя... И тебя не кормят, кстати, если ты думаешь. И тебя не кормят в том числе. СИЗО-то хотя бы похлебку какую-то. Ну, понятно это, конечно, да, но тем не менее, но в том числе. И это, конечно, такая интересная мера в том смысле, что такая дифференциация идет все больше, поэтому это такая... Могли бы уж точно не трогать домашний арест и зачитывать его как в СИЗО. Вообще довольно сомнительно выглядит, но, конечно, очень обидно, что статья 228 не попала. В этот список, потому что уж больно много людей сидит именно по этой статье. А вот две части статьи по наркотикам, она учитывает легкие наркотики у себя? Ну, обычно по легким наркотикам все-таки. Другая? Не-не, тут же не вопрос легких наркотиков, тут вопрос в граммах. О том, ты на продажу, там, на крупный у тебя размер или особый крупный. И тут же всегда очень много вопросов к следствию о том, как определяется размер, да? Плюс оборудование наркотических средств касается же не только тех наркотиков, которые употребляют для получения вот этого состояния, а еще и лекарственные определенные, которые под... В том числе, безусловно, в том числе. То есть тут очень много вопросов. Вообще делам о 228 статье очень много вопросов, и то, что она не попала в список, мне кажется, довольно несправедливо, потому что по этой статье правда очень много людей сидит. И, ну, я представляю себе, там, треть заключенных сидит, читает этот закон и понимает, что они под него не попадают. Сколько врачей проходили по... Да, очень... Сотрудников медицинских учреждений. Да, в том числе. Да, в том числе. Очень много заключенных по 228 статье, и поэтому, конечно, очень жаль, что вот эта гуманная мера в целом о пересмотре на них не отразилась. Это довольно грустно. Про футбол еще хотел поговорить, но не о самом футболе, конечно, а о вообще атмосфере в стране, которая, как многие замечают, как-то неожиданно изменилась с приездом сюда иностранных болельщиков. Вы ощущаете вот эти перемены в работе силовых органов, на улице порядок и так далее? Слушайте, ну, когда люди пьют на улице и орут на улице, и их не забирают полиции, ну, конечно, мы ощущаем изменения. Я думаю, все их ощущают. Такие, а что, так можно было? Как в этих интернетах говорят. Я сегодня говорил Антону Красовскому, мне это вызывает очень такое гнетущее чувство какого-то лицемерия, потому что, ну, ребят, мы... Вот я смотрю, как работает полиция, но мы все... Мы же понимаем, что это, блин, показуха какая-то. Обидно? Ну, ну... Просто мне кажется... Я не то, чтобы, там, призываю их всех разгонять с улиц. Да, нет. Мне просто кажется... У меня складывается ощущение, что ко мне моя страна относится хуже, чем к ним. Такое националистическое у меня получилось. Ширинистическая позиция. Ну, на самом деле, тут же было понятно, что, ну, ты не сможешь забирать всех иностранных болельщиков, которые пьют на улице. Ну, то есть... Кого-то забирают, кстати. Кого-то забирают. Ну, кого-то забирают. Закажи какие-то. Ну, это другое, криминал. Ну, не пьяных, которые пьют пиво на улице, да, или курят в неположенном месте. С трудом, да, можно себе представить? Да. За курение в неположенном месте или за то, что ты выпиваешь где-то на улице, и тебя заберут. И кричишь что-то, тем более. Куда ты залезаешь и флагом машешь. Главную фамилию Навального не кричать. Ну, это с одной стороны. Но понятно, что... Я просто объясню. Просто если речь бы касалась каких-то локальных, внутрироссийских событий, реакция, скорее всего, была бы жёстче. Да, и российским болельщикам так. Как себя вести. Если дело не касается каких-то очень больших побед и крупных результатов, всё-таки не особо позволяет. Все понимают разницу. Примерное поведение. Тут очень много болельщиков, и Россия, конечно, стремится создать наиболее комфортные условия. Но мне как раз кажется, что это неплохо. Что хотя бы месяц, чтобы было так, и это неплохо. Это показывает, что ничего не случится. Этот месяц спокойно пройдёт, никаких разрушений. Да, и Москва не сдвинется, не подкосится, не налетит на комету. То есть от того, что... И, быть может, они поймут, что и дальше так можно жить, да? Я, к сожалению, думаю, что такого не будет. Надо признать откровенно и честно. Оптимизма мало. Оптимизма нет вообще. Но я почти уверен, что такие, ну всё, с трудом отработали, а теперь давайте-ка в прежний режим. Не будет ли ещё жёстче? Ну, это же тоже вопрос очень интересный. Просто у нас сейчас очень много поводов и пенсионной реформы. А тут же вопрос в том, насколько жёстче. То есть, мне кажется, у нас уже настолько жёстко в целом, если говорить обо всём, да, о том, что, ну, так если обсуждать, ну, куда жёстче. Будут людей забирают только за то, что они на улицу выходят. Ну, в некоторых регионах так и происходит. Да, вот сегодня активист штаба Навального получил 7 суток за ту самую уточку на монстрации 1 мая. Ну, это просто о чём вообще говорит? Не знаю, видели, да, о том, как объясняли полицейские, что предал мероприятие. Да, расскажите. Да, что он, достав уточку, предал мероприятию общественно-политический характер, не соответствующий заявленной теме. Ну, слушайте, ну о чём тут вообще говорить? То есть, сейчас уже... То есть, закручивать, конечно, дальше и можно. Можно дать не 7 суток, а уголовные дела начинают заводить. Но мы же понимаем, что в целом у нас довольно жёсткая система контроля людей на улице. И поэтому вот этот месяц, то, что всё нормально, и ничего особо не происходит, никаких бедствий, такая важная, до моего взгляда, психологическая вещь. Хотя, конечно, очень обидно. А почему нам так нельзя? У нас 40 секунд остаётся. Как вы думаете, Леонид Слуцкий перестал комментировать матч всё-таки из-за... Из-за скандала в Госдуме хочется ответить, что именно из-за скандала в Госдуме перестал комментировать. Это другой Леонид Слуцкий. В футболе ничего страшного. Нет, ну да, поясняем. Для слушателей, конечно, речь идёт о другом Леонид Слуцком. Но есть же информация о том, что он уехал просто тренировать голландский клуб «Витас» из Армана. Но это основная версия, это его... Да-да-да. Ну, я, кстати, вполне доверяю, потому что это слишком глупо бы выглядел отзыв тренера, который там совсем не про это, за случайно сказанную шутку. Ну, конечно, не верю в это. Даже у нас не верю. Сергей Смирнов, главный редактор интернет-издания «Медиазона». Меня зовут Алексей.